Сегодня с рабочим визитом в нашу республику прибыл заместитель председателя правительства России Юрий Трутнев. Он посетил самую эффективную сельскохозяйственную площадку. Проект сады Карачаева-Черкесии реализуется в рамках государственной программы развития Северо-Кавказского федерального округа в период до 2025 года. В ходе встречи гостям провели экскурсию, рассказали о сорте груш и яблок, о предполагаемом урожае, насколько этот проект необходимо развивать в нашей республике и что для этого нужно. Альбина Ламкова из Адыгихабльского района. В 2017 году в республике была принята программа по возрождению на территории Карачаева-Черкесии промышленного садоводства. И тогда же осуществили закладку сады Карачаева-Черкесии. Яблоки и груша здесь вкусные, а чтобы в этом убедиться, их нужно обязательно попробовать. Да и для выращивания этих фруктов Адыгихабльский район выбран не случайно. Тут благоприятные климатические условия для их созревания. И еще площадь под сады внушительна. Она составляет более 200 гектаров. А для того, чтобы защитить фрукты от града птиц и получить гарантированный урожай без потерь, весной этого года в садах над деревьями натянули сетку. Сейчас полным ходом идет с убор урожая груш. Яблоки уже убрали. Заместитель председателя правительства России Юрий Трутник вместе с главой республики Рашидом Тимрезовым прошел по Грушевой аллее сада. Здесь полного созревания фруктов не ждут. А все потому, что грушу можно хранить даже без холодильника больше двух месяцев. Прекрасный аромат фруктов и высочайший товарный вид. Но при этом вкусовые качества плода отменны, уверяет председатель совета директоров сады Корчаева Черкесии Айдын Ширинов. Все плоды аккуратно срывают, чтобы дольше хранились. А те, которые все же упали, идут в переработку. Из них готовят пастилу, суши, чипсы фруктовые. Затраты на развитие садов Корчаева Черкесии уже превысило чуть больше миллиарда. Юрий Трутник поинтересовался, оправдывают ли средства для дальнейшего процветания хозяйства. И каков будет доход в будущем. Если налоги мы оттуда вычтем, ну вот затраты... Налоги и затраты, потому что тут же еще хранять, обрабатывать... Нет, вот это я беру чисто без очистки налогов, где-то около полмиллиарда. Но после налогов это где-то миллиардов, миллионов 300, 270 вот так остается. Мы же еще плательщики НДСа на фруктах, да. Ну если у вас получится, то есть у вас получится... Я думаю, что мы... 30% на вложенный капитал. Да. Хороший капитал. Далее Юрий Трутник поинтересовался. Если государство предоставит кредит, затем субсидирует кредитную ставку. Можно ли будет реализовать и развивать этот проект на таких условиях? Юрий Петрович, вот вопрос, да, я понял ваш вопрос. До 3% в принципе это проходная история. То есть вот если мы сейчас найдем кредитный ресурс для республики в пределах 2-2,5%, то появится новый инвестиционный проект. Юрию Трутниеву рассказали, что работа в развитии садоводства в Карачаево-Черкесии идет эффективно. В республике в этом направлении запустили госпрограмму. В ней участвуют 4 района. В них создали кооперативы и заложили мини-сады интенсивного типа с системой капельного орошения. Расскажи, пожалуйста, про нашу программу, которую мы внедрили в республике по личным подсобным хозяйствам и по обучению. У нас, смотрите, вокруг сада выросло две истории. Первый – это образовательный проект, где мы учим и переподготавливаем уже готовых специалистов. Не только там с ближайших районов, с колледжа, но и со всей республики, даже с других регионов, где здесь они проходят обучение. И вторая история, то есть по многочисленным просьбам наших работников, которые начали у нас просить саженцы домой, 3-й, 10-й. Мы разработали совместным с Мичуринским федеральным научным центром, разработали программу «Интенсивный сад для личных подсобных хозяйств». И на 10 сотках в республике уже заложили больше ста таких садов. Наша республика по факту стала грушевой столицей России. Это единственный сад в стране с грушами. Здесь применяют современные технологии. Высадка и выращивание при таких условиях дает большой урожай с прекрасными вкусовыми качествами плода. Но для хозяйства в данный момент необходимы холодильные камеры. Ну и Юрий Петрович, вот преимущество денег корпораций только в том, что они именно дают толчок запуску любого инвестпроекта, не дожидаясь собственного капитала. Мы подумаем вместе. Да, может быть какие-то гарантии субъекта какие-то, чтобы эти проекты... Если будут гарантии субъекта, я вообще никаких проблем не вижу. Вот мы здесь с главой от первой закладки первого деревца до первого урожая постоянно он видит все. Мы на самом деле, у нас не было три года назад, помимо этих садов, все начали расти, уже там порядка по тысячу гектаров садов в республике есть. Затем делегация направилась на выставку сельскохозяйственных продуктов. Среди товаров были и молочные и колбасные изделия от известных фирм республики. Овощи, выращиваемые на территории Корчаева-Черкесии, питьевая вода, которая завоевала популярность не только в нашем регионе, но и в стране. А целебные варенья, настойки из сосновых шишек и сбор чая доставили из самого курортного Дамбая. Представленная продукция составила свыше 50 наименований. А еще на выставку привезли домашних животных и рыб. Альбина Ламкова, Роберт Джигутанов, Вести Корчаева-Черкесия, Адыехабльский район.